Республика Татарстан В недрах большое количество холодной воды Нефть была при температуре 48 градусов Это же мысленистая жидкость А когда мы закачиваем холодную воду Из реки Камы В реке Камы температура среднегодовая 6 градусов Ну сами представляете Когда вы суп едите Холодный, да, он вас ворота не провернешь Ну так же и нефть Вся нефть Во всех порах она застывает И добыча падает Естественно подняли давление Еще больше столь воды закачивать Ну и фактически мы заморозили Свои месторождения Помимо нефти Татарстан всегда был богат на медь Казань и современная восточная часть Татарстана На протяжении 18-19 веков Были одним из важнейших центров металлургии в России Медные руды издавна пользовались популярностью Среди людей И даже сейчас этот металл востребован в бытовой сфере Электрические провода всегда были из этого материала Ведь он отличается своей прочностью Но из-за дефицита руды медь пришлось заменить на алюминий К середине 17 века Татарстан буквально охватила медная лихорадка Официально заводчикам разрешилось вести поиски Только на своих дачах и на порожних государственных землях Разведке руд активно содействовало местное население Среди татар и башкир за камье появилось много желающих найти залежи Владельцы промысла без ограничений могли взять в аренду Или приобрести землю за плату, установленную ее хозяином или государством Хорошие результаты добычи на богатых месторождениях не давали покоя конкурентам И вокруг, порой на одном и том же массиве, вскоре возникали рудники других заводчиков Прибыльные шахты имели огромные размеры Далее поиски месторождений меди только разрастались Из покон веков было такое полезное ископание, как медные руды Даже вот казанский ярус наш, он так и назывался Меденосные песчаники Их открыли очень давно И вы должны понимать, что сюда именно завеватели пришли Именно за этой медью Был же бронзовый век А без меди бронзу не сделаешь И поэтому самые известные в те времена, те самые иранские племена Они через Каспийское море по Волге Приходили сюда, как в наше болгарское царство И выменивали вот эту свою серебряную посуду на наши медные руды Вследствие ярой охоты за медью Ее ресурс в стране начал заканчиваться И тогда было принято решение о возвращении поисков медных руд на территории Татарстана За более чем 20 лет геологами Татарстана было определено местоположение более тысячи медных рудников Десятки из них были изучены под землей Многие рудники, разбросанные по востоку республики Оказались ценнейшими объектами промышленной археологии После Полтавской битвы Петр I всех шведов загнал наши леса И они здесь отбывали свою каторгу Поскольку цивилизованный народ Они моментально нашли эти старые медные руды И создали 160 заводов Начали плавить эту медь И поставлять ее Петру I Петр за это их отпустил из каторги Но все 160 заводов до 1898 года были просто уничтожены Нашей конкуренцией Друг друга жгли И заводы сожгли В общем и медь закончилась Но медь и нефть не единственные полезные ископаемые Татарстана Наша республика располагает также промышленными запасами известняка Строительного песка, глины и производственного кирпича Имеются перспективные запасы нефтебетумов, горючих сланцев, циолитов и бокситов Адлина Абдрахманова, Андрей Багаудинов, Универньюс Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова